Добрый день! Я Валентин Хохлов и мы продолжаем четвертый сезон цикла в истории средних веков, в котором мы говорим об истории Иберийского полуострова. В прошлый раз мы поговорили о королевстве Свевов, которое там достаточно недолго просуществовало. Начиная с этого выпуска, перейдем к теме вестготов, тех, кто покорил и Свевов, и консолидировал под своей властью весь Сибирийский полуостров. Но прежде чем перейти к ним, я хочу напомнить, что у меня есть страничка на сайте Patreon.com.kho-k-h-l-o-v. Если у вас есть возможность и желание присоединиться к моим патронам, подписаться на ежемесячную поддержку, то я очень прошу вас это сделать. А также подписывайтесь на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени Валхохлов, и ваша подписка поможет дальнейшему развитию этого проекта. Итак, возвращаемся к теме нашего цикла. О вестготов мы говорили, кстати говоря, и в первом сезоне, но тогда очень бегло мы сделали обзор их и других варварских племен, вандалов, постготов, буркунтов, лангопардов, чтобы посмотреть, какой след они оставили в истории Европы, как они на нее повлияли, в первую очередь в пределах империи Карла Великого. Об Испании мы тогда не говорили, а сейчас, соответственно, мы будем рассматривать деятельность Вестготов именно на Ибрейском полуострове, потому что для его истории они сыграли такую же ключевую роль, как Франки, например, для Франции. Основным источником для меня является книга известного испанского историка «Альтамиры и Кривея. История Испании». Также цикл передач «Час истины» на канале РЕН-ТВ, где там достаточно подробно рассматривалась история Карла Вестготов и другие этапы в истории Иберийского полуострова. Эти выпуски можно найти в YouTube, ссылка в описании. Значит, вкратце, давайте повторим основные моменты истории Вестготов, до того, как они обосновались на Иберийском полуострове. Первоначально они жили на юге Скандинавии, как считается, в первые века нашей эры, отправились в такой долгий путь по Восточной Европе, вышли в Северное Апричерноморье, на юг нынешней Украины, часть готов осталась в Крыму. В принципе, это тогда еще были общие готское движение. Значит, а Вестготы и Остготы, они обосновались именно в Северном Причерноморье, Вестготы западнее, Остготы восточнее. Под давлением, скорее всего, под давлением кунна в IV веке они отправились на Запад. Значит, вот Вестготы разбили римского императора Валента при Адрианополе в 1876 году, вышли в Афракию, то есть подошли к Константинополю. Дальше они прошли через Северную Грецию, затем вдоль Адриатики через Далмацию, вышли в Италию, прошли до ее середины в 410 году под предводительством короля Оларика Вестготы, цели Рим. Дальше Аларих направил Вестготов на юг. Видимо, он собирался морским путем переправиться в римскую провинцию Африка, достаточно тогда благополучную, но умер. Так Вестготы в Африку и не переправились в том году. Наследовал Алариху брат его жены Атаульф. И вот этот Атаульф заключил соглашение с римским императором Гонорием. Вот, видимо, тогда как раз Вестготы стали федератами Рима, то есть союзниками Рима. Римляне им выделили земли в Акритании, на юго-западе Калии, куда, в общем-то, Вестготы и отправились вместо Африки. По сути, это и было основанием королевства Вестготов. Значит, они несколько расширили предоставленные им земли, они там присоединили соседние большие города, такие как Бордоту, Лузу и Нарпонну, но в целом Атаульф проводил дружественную политику в отношении Рима, и он даже был женат на сестре Гонорием. По просьбе императоров вот как раз тогда Вестготы вторгаются впервые в Испанию, чтобы вытеснить оттуда вандалов, ну и другие варварские племена, о чем мы говорили в прошлый раз. Атаульф берет Барселону в 415 году, но он там же был и убит, причем убит Готом, из противоборствующей партии. Дело в том, что кроме Атаульфа и его сторонников, среди Готов была партия противника Рима. Их возглавлял некий Сарус, Атаульф его убил, и вот кто-то из приверженцев этого Саруса, по всей видимости, отомстил и убил короля за это. К власти у Вестготов приходит Сигерих, это брат Саруса и, соответственно, противник Рима. Но в том же году Сигериха убивают, на этот раз это делает сторонник Атаульфа, ну то есть сторонник партии дружественной Риму. И к власти у Вестготов приходит Валия. Он был или из того же племени, что и Атаульф, или даже из того же рода. То есть это вот такой Гот, который приверженец партии Атаульфа и, соответственно, сторонник Рима. Как раз вот в 416-418 году уже под водительством короля Валии Вестготы громят варваров, то есть вандалов, аланов в Испании, о чем мы говорили в прошлый раз. А затем, соблюдая договоренность с императором, Валия уходит из Испании, и возвращается в свои земли в Аквитании. И столица королевства делает Тулузу. В целом Валия был верным сторонником Рима, но умер из-за болезни. Королем был избран. И, кстати говоря, обратите внимание, что здесь и далее мы сталкиваемся с тем, что короля Вестготы избирали, что было типично для варварских племен. Он и типично и дальше для раннего Средневековья, и в некоторых странах и для высокого Средневековья короли Германии избирались, короли Италии избирались. Так что, а все начиналось вот с такой поздней античности. В общем, был избран королем Вестготов то ли сын, то ли зять Алариха Теодорих. Избирала короля Народное Собрание. Значит, Теодорих правил довольно долго, до 451 года. И вот в том году этот старый уже король Вестготов погиб в знаменитой битве на каталаунских полях, когда состоялось грандиозное сражение римлян и их федератов с гумнами Атилу. Следующим королем был избран сын Теодориха Торисмунд. После трех лет его правления его убивает собственный брат Теодорих II. Вот этот Теодорих II, он дружил, был в хороших отношениях с префектом Петтория Галлии Абитом, который впоследствии, как раз опираясь на поддержку Вестготов, не он долго станет императором. По просьбе вот этого уже императора Абита Теодорих в 456 году идет в Испанию, где вот тогда молодой король Свевов Рихиар или же Риквиарий совершал экспансию, уже заканчивал экспансию. Мы об этом говорили в прошлый раз. Свевы на тот момент почти весь Иберийский полуостров покорили, кроме вот провинции Тарагоны. Теодорих II разгромил Свевов, как мы уже знаем, казнил их королям, и Вестготы уже тогда хотели оставить покоренные земли в Испании себе. Но пришедший в Риме к власти император Майориан не дал им это сделать. Он вернул Вестготов в Кританию, вернул Бургундов, кстати говоря, а также и в те отведенные им земли, потому что и Вестготы, и Бургунды прихватили и соседние провинции. Майориан их усмирил, но правил он, к сожалению, для Рима недолго. Его вскоре убили, и варварам уже больше ничего не мешало в их дальнейшей экспансии. В 466 году, на 13-м году правления, Теодорих II был убит, в свою очередь, еще одним братом Эйрихом. То есть вот так братья друг друга там убивали. На поток это было прям поставлено. И вот как раз на правление Эйриха приходится падение Западной Римской империи в 476 году. Но еще даже за год до этого, в 475 году, между королем Вестготов и императором Рима был заключен договор, в соответствии с которым Рим признал независимость королевства Вестготов. Более того, римляне уступили Вестготам поважение, которое им не принадлежало. Ну а после 476 года, когда и номинальная власть в Риме закончилась, Эйрих вообще пошел дальше, он захватил Прованс, он продолжил экспансию в Испанию и постепенно, почти все взял под контроль за исключением северо-запада, где было королевство Свева, ну и горных областей на севере Иберийского полуострова, где жили Кантабры и Астуры. Значит, в последнее десятилетие правления Эйриха, это вот 70-е, 80-е годы 5 века, а также при его сыне Аларихе II, королевство Вестготов стало самым большим и могущественным государством Западной Европы. Эйрих умер в 484 году, Аларих II тогда был еще малолетним, но наследовал вот его престол, а потом произошли события, о которых мы говорили в выпуске номер 3 первого сезона. Франки на севере Галии захватили голоримское государство Сиагре к северу от Луары и стали такими северными соседями Вестготов. Отношения между ними были уже довольно напряженными тогда, потому что Вестготы там не поддерживали Сиагреф, там были всякие такие политические конфликты, и закончилось это тем, что франки пошли войной на Вестготов и сокрушили их войско. В знаменитой такой эпохальной битве при Вуе в 507 году, я ее считаю одним из важнейших событий в истории Европы вообще, и уж точно самым важным событием раннего средневековья, возможно и всех средних веков, когда определились, в общем-то, дальнейшие контуры развития европейского континента. В этой битве король Аларих II погиб, армия короля франков Хлотбега одержала решительную победу. В течение следующего года франки овладели всей Аквитанией, за исключением самого юга, ну то есть Гасконни. К югу от Бордо, которая еще оставалась у Вестготов, и небольшой прибрежной части провинции Нарвоны, которую стали называть Саптиманией. А Прованс впоследствии отошел Остготом, то есть ранки его на тот момент тоже не захватили. У Алариха II осталось два сына. Старший, взрослый, но незаконно рожденный Гезалик, и младший, законный, но еще совсем маленький Амалайих. Гезалик вначале попытался возглавить сопротивление франкам и, кстати говоря, бургундам, которые также решили поживиться добычей. Они воспользовались случаем урвать кусок от королевства Вестготов. Значит, Гезалик действовал неудачно, ему даже пришлось отойти за Пиренеи, сделал своей столицей Барселону, но не смог ее удержать. В 511 году попытался отбить Барселону, опять же, неудачно, был взят в плен и казнен. Амаларих, который был рожден в браке Алариха и дочери короля Астготов, Теодориха Великого, стал, ну, скажем так, королем, хотя он был еще маленьким, и регентом при нем был объявлен его дед, король Астготов Теодорих Великий. Это действительно великий король Астготов, он тогда уже всю Италию контролировал, Далмацию контролировал, то есть Астготы были сильны. И поэтому Теодорих помог отстоять Вестготам свое королевство, но в тех пределах, которые у них остались. Как раз вот тогда Теодорих отвоевал Прованс и присоединил его к королевству Астготов. Он помешал Бургундам в дальнейшей экспансии на вот эти земли, на Нарбонну, на Прованс и на Барселону. И, по-видимому, также вмешательство Теодориха воспрепятствовало и Франкам продвинуться далее на юг. Гасконь и Вестготы затем потеряют, но перед ней уже надолго станут естественные границы между Франками и Вестготами. В Галии же Вестготы сохранят Нарбонну и провинцию Нарбонну. Но, тем не менее, в 511 году уже центр тяжести королевства Вестготов явно смещается на Иберийский полуостров. Ранее это была периферия их владений, все-таки их там основное место было Галия, Тулуза их была столицей. Но вот все, уже они эти земли утратили. Теодорих фактически правил в обоих королевствах до самой своей смерти в 526 году. Он довольно много сделал для стабилизации внутреннего положения в землях Вестготов. И после его смерти его внук Амаларих стал уже править сам в королевстве Вестготов. Но его царство нельзя назвать успешным. Женился он на дочери Хлодвига Клотильдин. Она была католичкой. Амаларих попытался обратить ее в арианство. За сестру вступились братья, сыновья Хлодвига, короли франков. Амаларих потерпел поднагонное поражение и был убит собственными войнами. Это было в 531 году. Положение королевства Вестготов снова стало критическим. Франки теснили их. Уже они перевалили через Пиренеи и взяли Памплону и осадили Сарагосу. Ну это самый такой северо-восток нынешней Испании. Значит Вестготов нужна была сильная рука. И они избрали королем Терреса. В ходе войны 531-533 годов он сумел остановить натиск франков. Вынудил их снять осаду Сарагосы. И отойти в Галлию обратно. И даже нанес поражение, когда вот франки отходили. В итоге Нарбонная прилегающая провинция осталась за Вестготами. Далее Террес даже попытался захватить некоторые земли в Африке. Но к тому времени византийцы там уже разгромили вандалов и уничтожили их королевство. Но Терресу не удалось там в Африке ничего сделать. В 548 году он был убит. Его сменил Теудисо. Он правил недолго. Один год. В 549 году его тоже убили. Значит к власти приходит Агила. Агила пытается взять под контроль южную провинцию Испании. Беттику, которую видимо без годы тогда еще до него не контролировали. Беттика до того сохраняла ну скажем такое это была римская провинция старая римская провинция. И там видимо правила ибероримская аристократия. Примерно так, как в Северной Галлии после падения Западно-Римской империи галоримская аристократия стала править самостоятельно. Ну там к власти пришел род Сиагриев. Вот видимо в Беттике по аналогии пришла к власти местная романизированная такая ибероримская аристократия. Ну вот где-то сто лет они так посуществовали. Но Агила объявил войну жителям Беттики. И те обратились за помощью к Юстиниану к имератору Восточной Римской империи. А Юстиниан как раз тогда совершал амбициозный проект по воссозданию Римской империи. Ну то есть пытался вернуть себе по крайней мере средиземноморские владения Западной Римской империи. Вандалов он уже разгромил, уничтожил Афтику, присоединил. Вел войну в Италии со сготами. Знаменитая Готская война. Ну и также вот решил помочь откликнуться на призыв ибероримлян. И вот направил войско в Испанию. К тому же у сготов там произошел раскол. Там часть сготов под предводительством Атанагильда, который сам хотел стать королем, воспользовалась этим и заключила союз с византийцами. И вот в 554 году войско Юстиниана прибывают в Испанию. Его поддерживают ибероримляне в Бетике и даже в Картохене. И благодаря этому довольно легко византийцы берут под контроль прибрежные города. и в союзе с Атанагильдом разбивают Агилу у Севилии. Севилия Агила бежит в Мериду и там его убивают собственные войны. Королем Испутов становится Атанагильд. У него была договоренность с императором Юстинианом о разделе Испании, но византийцы не стали соблюдать эту договоренность. Они как более сильная сторона захватили гораздо больше земель, чем договаривались. И в итоге у них была довольно обширная территория. Вот где-то нынешнего города Фаро в Португалии до Аликанте. То есть это вот такой юго-восток, даже восток Испании, я бы так сказал. Вот по побережью. И вглубь они тоже углубились севернее Севилии, севернее Кордовы, Хаэна и реки Сигура. В итоге Атанагильд объявил им войну. И 13 лет с переменным успехом воевал. Мало что добился. Некоторый кусочек он на западе отвоевал, вот вокруг Севилии. И это стало безгодской землей. В 567 году Атанагильд умер. Весной следующего года трон перешел к его младшим братьям Леувигильду. Старший из них Леува правил на севере в Нарбонне. Больше занимался делами в Галии как раз. А Леувигильд озаботился делами Испании. Когда в 573 году Леува умер, то Леувигильд стал единственным королем. И пожалуй это был наиболее значительный из монархов Месгорского королевства в VI веке. Поначалу с византийцами он заключил союз и сосредоточился на севере. Где тогда еще было королевство Свера, где были земли Астуров, Кантабров. Ну вот как раз против них он пошел. Он взял Поленсию и Леон. И окончательно хотя нет окончательно он все-таки не покорил эти горные области, но уже считалось, что королевство Весгодов там дошло до Бискальского за юг. Затем он обратился на юг и провел большую кампанию против византийцев. И к 586 году ему удалось постепенно отвоевать у них большую часть земель, включая Кордову, Гранаду, Бегастро. И у византийцев осталась лишь узкая прибрежная полоска с такими городами, как Кадис, Малага, Картахена. После смерти Леувы Леувигит решил посадить своих сыновей Керминигильда и Рекареда в ключевые города Весгодского королевства в Нормону и Толедо. А сам сосредоточился на войне уже со свевами. Ну, также с турийцами, византийцами и, вероятно, с басками. Ну, басконами. Значит, однако в 579 году началась гражданская война короля со старшим сыном Керминигильдом. Потому что этот вот сын женился на Ингунзе, дочери короля Франков. Какого-то из королевых Франков. Она была католичкой. Значит, Ависготы были арианами. Между Ингунзе и женой Леувигит возник конфликт. Потому что вот жена короля пыталась обратить эту юную принцессу в свою веру, а та не хотела. Ну, в итоге король, чтобы это при дворе у него не было этих склок, отправил сына с невесткой в Сибирию править. И там под влиянием жены местного епископа католического Герминегильд перешел из орианства в католичество. И поднял восстание против отца. И его, кстати говоря, поддержали некоторые города, потому что ибероримское население было католическим. Даже некоторые франки Вестгоды присоединились к Герминегильду. Однако, все-таки король Леувигильд давно сидел на престоле и прочно держал вразды правления. И большая часть Вестгодской знати его поддерживал. Чтобы обеспечить нейтралитет католического духовенства, Леувигильд попытался вступить в тайные переговоры с византийцами. Провел в 580 году церковный собор Таледа, но это не очень помогло. А вот Герминегильд постепенно там уже прибирал к рукам некоторые города. Он взял например Мереду. Вернее она сама к нему перешла, потому что он был католиком. Тогда Леувигильд меняется. Стратегия в 582 году он начал жесткие репрессии против католиков, чтобы лишить возможности Герминегильда опереться на них в тех частях Испании, которые контролировал пока что еще сам король. А затем начал военные действия и в первую очередь взял Мереду. А затем в 583 году начал осаду Севильи. Это как раз то, о чем мы говорили мы говорили в прошлом выпуске, когда король Севильи идет на помощь Герминегильду, чтобы снять эту осаду, но сам попадает в окружение, вынужден замириться с Леувигильдом. И через два года осада Севильи была успешно завершена для короля Везботов. Значит, Герминегильда, правда, там уже не было, он отправился за подкреплениями, объезжал в Бетику, в итоге обосновался в Кордове, и когда армия короля подошла к этому городу, то вот мятежный сын попытался примириться, отец его вроде как простил, но отправил, сослал в Валенцию сначала, потом в Таррагону, там был герцогом Сизберт, и Сизберт требовал от Герминегильда, чтобы тот вернулся в Валенство, принц упорствовал, в итоге герцог его убил в том же 585 году. Ну, возможно, что это был тайный приказ короля. Значит, сам Леуви Гильд в 584-585 годах, как мы знаем из предыдущего выпуска, сосредоточился на захвате королевства Сверов, да, вот там был такой Аудека, который своего пасынка короля Эборика постриг насильно в монахи, утопировал трон, и Леуви Гильд воспользовался этим как предлогом, чтобы вторгнуться, постричь самого Аудеку в монахе, а королевство Свевов присоединить к королевству Визгодов. Это, напомню, 585 год. А уже в следующем 586 году Леуви Гильд умирает, и ему наследует его сын Рекоред. Главным событием управления Рекореда был Третий Талецкий собор, это 589 год. На этом соборе король со всей семьей и со многими знатными Визгодами официально переходит из Арианства в католичество. Поступая так, Рекоред хотел решить ту проблему, которую, хотя и загнал его отец под ковер, но не ликвидировал. То есть, напряженность между Арианами и католиками сохранялась. Большая часть отданных была католиками, и католическое духовенство было повлиятельнее Арианского. Однако, среди знати все-таки у Визгодов Арианская партия сохранилась. Может, уже не большая часть, но все-таки там были убежденные сторонники этого течения. Против короля подняли восстание. И парадоксально, что франки, бывшие католиками, северные соседи Визгодов, поддержали Арианскую партию, но, видимо, они надеялись посеять раздор у соседей и прибрать к рукам часть их земель. Рекореду удалось подавить это восстание и расправиться с его зачинщиками. Он также отбился от армии короля франков Гундравна. Впрочем, конфликт внутри Визгодской знати окончательно так и не был подавлен. До самого конца существования королевства в 711 году там была Арианская партия меньшая, католическая большая и между ними напряженность сохранялась. Рекореду досталось отца довольно сильное государство, но оно еще не контролировало всю территорию Иберийского полуострова, потому что на самом севере были непокоренные племена басков или же восконов, а на юге продолжал существовать византийский анклав. Рекоред предпринял ряд походов на басков, а с византийским императором заключил соглашение о том, что ни Вестгод и ни византийцы не будут претендовать на изменения существующей на тот момент границы между их плодениями. И это позволило королю сосредоточиться на вопросах государственного строительства. Благодаря переходу в католичество он смог реализовать еще дальнейшую давнишнюю идею своего отца Леуви Гильда по унификации законодательства. Дело в том, что до того в королевстве действовала система персонального права. Мы об этом говорили в выпуске номер 6 первого сезона, когда у каждого этноса, ну то есть у Готов и у ибера римлян было свое законодательство. У римлян римское право, да, это то, что вот бревиарий Аняния был составлен еще при Алавихе втором, а у Вестгодов была Вестгодская правда, ее там первая редакция, которую еще начали писать, при короле Эйрихе, отце Алариха второго. Значит, но Леувигильд и в особенности Рикарет уже начали издавать законодательные акты общие и для ибера римлян и для Готов. Окончательно переход от системы персонального права к системе такого универсального права общего для всего населения королевства произойдет лишь в середине следующего седьмого века. Король Рикарет умер на рубеже столетий в 601 году. Трон мирно перешел к его сыну Леувию Второму. Ну, а о событиях седьмого века мы поговорим в следующий раз. Присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon.com касая VAL подчеркивание KHOKHLOV Подписывайтесь на мой канал в YouTube по моему имени Вэл Хохлов Оставайтесь на этом канале и до следующего раза. До свидания. Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...